добрый день друзья сегодня будем делать печеные пирожки пирожки у нас будет с яйцом и зеленым луком по желанию можно положить зелень кто хочет у меня будет зелень укроп петрушка и кинза добавлено для этого нам понадобится сейчас прочитаю весь перечень продуктов которые мне понадобятся 150 грамм молока и 150 грамм кисломолочного продукта любого кефира ряженки что у вас есть но обязательно кисломолочный продукт должен присутствовать здесь у меня молоко смешано с кефиром дальше 18 грамм дрожжи 40 грамм сахара 50 грамм сливочного масла 2 яйца 500 грамм муки 1 чайная ложка соли для начинки нам понадобится 10 яиц пока не у меня варятся я сейчас буду резать зелень и делать тесто плюс зеленый лук зелень по желанию я сказала соль и специи тоже какие вы любите я специи из специй только буду перец класть душистый перец немножко душистого немножко горького для смазывания нужно держит один желток будет и 1 столовая ложка молока и так я сейчас порежу зелень покажу вам как все это будет выглядеть и как раз сварятся яйца сделаю начинку и начнем делать с вами тесто так делаем друзья тесто смотрите значит здесь у меня жидкость я выливаю сюда все сюда кладем дрожжи 18 грамм немножко вот так перемешаем и где-то вот так вот с лопаточку может немножко больше добавим сюда муки вроде как замесим опару чисто для того чтобы растворились дрожжи и из общего количества сюда немножко насыпем сахара пусть немножко дрожжи наши разбродятся пока наши дрожжи разбраживаются немножко мы вот эти два яйца вот так немножко вилочкой собьем сюда сахар соль немножко взболтаем и поставим взбивать не надо тесто пока у нас там стоит на втором плане мы сейчас займемся яйцами для начинки нужно десять яиц я взяла 8 потому что у меня яйца очень крупные сварила их крутую сейчас почищу порежу или можно потереть на терке для того чтобы все это быстро было и так яйца почистила сейчас порежу зелень потом буду яйца крошить зелень грядки сорвала хрустящая такая запах как стоит вы не представляете так я его порезала пучок здесь у меня лук порезанный стоит я сейчас сюда все вы соль по вкусу я где-то вот так щепотку пока зелень посолю и перцем немножко душистым здесь у меня пять перцев вот такая мельничка все это притрусила в рецепте масла нет поливать маслом но я полью я люблю сейчас вот это все полью масло перемешаю перемешаю вот так соль масло зелень пусть немножко постоит соль начнет работать и даст немножко сок здесь люблю когда начинка сочная займусь яйцами решила на терке сделать быстро надо поэтому некогда резко заниматься сейчас натру все смешаю начинка готова итак яйца потёрла смешиваем все показываю все подробно чтобы было понятно хорошенько все перемешиваем зеленью можно для сочности еще кусочек сливочного масла положить будет тоже очень вкусно начинка готова все друзья накроем салфеточкой накроем салфеткой уберем в сторону пусть стоит ждет тесто делаем тесто у нас уже здесь дрожжи растворились мы выливаем сюда нашу яичную сахарно-солевую смесь которую мы с вами подготовили смотрите как эмульсия становится соединились яйца с кефиром и с молочком теперь постепенно добавляем муку по чуть-чуть сначала половину вмешаем венчиком когда будет трудно замешивать тогда уже будем лопаточкой всыпаем остальную муку и теперь лопаточкой перемешиваем итак друзья сегодня я хочу немножко отдыхать и тесто будет у меня мой друг миксер планетарный вымешивать я перекладываю все в чашу миксера миксер давно не работал пусть поработает а я пока помою посуду так друзья смотрите тесто я переложила в чашу миксера сейчас вот это масло оно мягкое я его вы заметили что я в тесто масло не положила мы его будем вмешивать если вы будете делать руками а не миксером значит смотрите в тесто потихонечку начинаете вымешивать муки больше ни в коем случае не добавляйте потому что тесто должно быть нежное и липкое тогда будут пирожки мягкие нежные и вкусные не забитый тестом муки лучше конечно не доложить чем переложить поэтому все строго по рецепту кусочками сюда сейчас миксер будет работать я буду кусочками забрасывать масло и он будет не вымешивать а вы когда если будете руками делать значит потихонечку по кусочку кидайте в тесто и вмешиваете если так вам не нравится трудно будет вам так вымешивать возьмите растопите это не страшно можно растопить и потихонечку вливать только остывшая не горячая вливаете вымешиваете вливаете вымешиваете и так сейчас поедем друзья тестомес насадка крюк тесто здесь масло здесь я его выбрасываю сюда все и он мне будет сейчас его замешивать ставлю на маленькие обороты постепенно буду добавлять друзья смотрите значит вот такое тесто у нас получилось оно мягкое такое но немножко липковатое я когда его вытащила с миксера я его немножко еще на столе вот так чуть-чуть подмесила подпылила мукой стол и немножко подмесила все сюда муки больше не надо добавлять сейчас я смажу кастрюльку растительным маслом прямо так вот щедро и вот так вот тесто смотрите оно какое видите оно не густое вот но оно такое приятная к рукам если вы боитесь что оно будет прилипать руки смажьте растительным маслом и вот сюда мы его кладем из этой порции по сути дела должно получиться у нас 12-13 пирожков я сейчас когда буду формовать я посчитаю вес напишу какие пирожки у меня весом получились и сколько получилось а сейчас я включу духовку на 30 градусов с включенной лампочкой на 30 градусов больше нельзя ставить потому что тесто может свариться вот 30 но максимум 40 включаю и она у меня там раз подходит тесто должно увеличиться в два с половиной раза время напишу сколько моё растаивалась потому что это сдобное тесто и она будет растаиваться дольше чем обычная дрожжевое кислое друзья смотрите какое тесто поставлю поближе здесь покажу вам сказка это мое любимое тесто я люблю сдобу люблю дрожжевое тесто просто обожаю она так хорошо подошло так я его обняла отсюда здесь стол смазала масло вот так вот обняла его сейчас буду разделывать на порции на кусочки осы поставила руки смазала растительным маслом по 70 грамм буду делать и вот так делаю вот такие шарики по 70 грамм буду здесь складывать вот так посмотрю сейчас сколько получится ребят 14 заготовок получилось по 70 грамм из этой порции 2 4 6 8 10 12 14 накрываю пакетик разрезала вот так пленочкой и сверху салфеточкой накрою пусть немножко постоят сейчас начинку подготовлю так начинка у меня готова здесь стоит ждет немножко постоят минут пять-семь и буду делать пирожки пока за это время подготовлю противень ребята тесто подошло смотрите какой она красивенькая колобки я немножко руки в муке потому что здесь у меня все сливочно в растительном масле ой как с ним хорошо приятно работать вы не представляете сейчас камеру поближе поставлю вот так что по видно руками я даже скалку не беру она настолько приятная в работе что просто сказочная поближе поставлю начинку и буду делать пирожочки смотрите получается что я вот таких вот две большие ложки даже две с половиной кладу начинки люблю когда много начинки и вот так вот смотрите прям аккуратненько вот так аккуратненько аккуратненько даже если где-то вот зелень ничего страшного прохожусь несколько раз вот так туда-сюда туда-сюда и красиво оформляю пирожок зелень у меня немножко укропчик ну не страшно сейчас будет выпекаться все скроется смотрите какой пирожок красивый получается второй делаем такой же вот так же точно немножко подпыляю мукой и щедро кладу начинку смотрите щедро прям и вот так вот запечатываю укропчик вот так аккуратненько сюда заправляю и прохожу с ней сколько раз вот так покажу вам вот так видите и вот вот эти хвостик немножко вот так сюда подгибаю видно вам и вот такой красивый пирожок получается и так все пирожки сейчас сделаю ребят пирожки я сформовала вот здесь вот заказ на 10 штук еще 4 у меня осталось сейчас я на 2 противень и сделаю а эти сейчас накрою пленочкой и сверху салфеткой и дам им 15 минут расстояться пока за это время желток собью с молочком и сделаю намазку смазывать будем ребята пирожки расстоялись здесь у меня желток и молоко смотрите смотрите сейчас мы будем смазывать пирожки вот этой вот жидкостью духовка у меня уже включена на 180 градусов вверх-вниз без конверции сейчас мы их смажем и дадим минутку-две пока духовка нагреется постоять чтоб немножко подсохло вот это яйцо когда оно подсыхает тогда колер хороший получается вот так аккуратненько смазываем если кто не любит желтком смазать можно просто молочком или просто можно растительным маслом смазать или водичкой тоже хороший колер получается эти пирожки пеку каждую неделю спонсор моего заказа сегодняшнего и заказчик муж моей знакомой на соседней улице она работает ей некогда заниматься пирожками и она мне заранее звонит и заказывает 10 пирожков друзья это черный кунжут вот так немножко совсем 6 пирожков буквально с кунжутом сделаю остальные просто пирожки без ничего без всякой посыпки так вот постоянно заказывают мне эти пирожки он берет их с собой к чаю на работу говорит так они меня выручают сейчас посмотрим покажу вам какие они получатся может быть и вы тоже захотите испечь все такие пирожки ребята первый пруд я уже вытащила из духовки посмотрите какие пирожки получаются горячие хочу вам показать вот смотрите подрумянились они со всех сторон вот смотрите видите они такие румяные получаются и самое главное что они даже когда вытащила я из духовки они мягкие смотрите какие они мягкие они как пух и сейчас я их накрою вот так салфеточкой буквально на несколько минут чтоб они немножко отошли а потом достану вторую партию потому что эти пирожки заказные эти я резать сейчас не буду показывать вам а вторую партию 4 штуки которые остались у меня я поставила выпекаться вот те я вам покажу это те пирожки которые я испекла для себя я два разрезала чтобы остыли попробовать вернее один пирожок и вот вот эти пирожки которые сейчас еще разрезу разрежу покажу вам смотрите какие они мягкие и перелапывают друзья я пирожки которые я делаю для себя а не те которые делают для заказчика а то мне пишут мои любимые подписчики что вы все пирожки руками перелапали вы все чебуреки руками да не перелапываю я все пирожки я перелапываю показываю вам те пирожки которые я сама буду есть собственными руками перелапываю а те которые клиентам делаю я упаковываю и беру я их или щипцами или в перчатках много лет работаю в пищеблоке работала вернее и знаю как это все делается и имею санитарные все нормы так что не переживайте все будут сыты и все будут здоровы с моими пирожками а теперь смотрим на пирожок в разрезе я вам его разрезала и показываю смотрите какой он мягкий и какой он воздушный сколько здесь начинки и фотку я сейчас сделаю красивую свою а то бедные переживают что я фотки не свои ставлю что у меня фотки совсем другие мои фотки у меня а если и есть одна фотка которая я поставила на заставку ничего здесь страшного нет всем пока пока всех вас обнимаю спасибо что смотрите мои видео спасибо что подписываетесь всем здоровья мира добра и всего самого наилучшего